И ещё в начале июня территория Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями выглядела вот так. Но сейчас здесь всё кардинально поменялось, ремонтные работы закончены. На данном объекте были выполнены мероприятия по благоустройству территории, в частности, были установлены бордюрные камни, устройство асфальтографического покрытия. На парковках был выполнен комплекс работ по устройству корыта, щебёночное основание и два слоя асфальтографического покрытия. Ответственный частный бизнес в лице компании «Востокцемент» взял на себя затраты по благоустройству прилегающей к центру территории, которая давно нуждалась в ремонте. Наверное, это наша обязанность, обязанность бизнеса немножко интегрироваться с властью и оказывать какую-то помощь. Потому что нельзя быть бизнесу не социально ответственным. И, конечно же, когда посмотрели объёмы, объёмы работ, мы поняли, что здесь нельзя прийти просто подлатать латки какие-то, заплатки сделать. Здесь надо провести очень хорошее благоустройство, чтобы когда люди приехали, они понимали, что о них помнят, с их проблемой сталкиваются, их помнят. Поэтому приняли решение сделать хорошее благоустройство, которое именно необходимо, и что просила эта организация, врачи, главный врач. При поддержке цементного холдинга заменили асфальт, установили бордюры, благоустроили парковочные места. Важной частью работ стала установка подпорной стены, которая защитит центр от сточных вод. Все эти работы стоили 2 миллиона рублей. Болевая точка вообще здесь была, территория вся, включая подпорную стену. Поэтому то, что сейчас сделано было подрядчиками, то, что было сделано, подготовлено непосредственно спонсорами, конечно, это глобальная работа. Подпорная стена, во-первых, убрала воду, та, которая текла с верхних территорий. Дождевая вода, всё это, ливневые воды. Ну а асфальт, соответственно, благоустройство, парковочные места. Всё хорошо, всё красиво, всем всё нравится. Сегодня во Владивостоке реализуется много программ по благоустройству территории, но преобразить весь город одномоментно невозможно. Холдинг «Восток Цемент» обратился с предложением о помощи в Министерство здравоохранения Приморского края. Совместно с экспертами правительства региона была выбрана болевая точка – спид-центр на улице Борисенко. Я помню, какое здесь было грустное зрелище, вот возле центра спид. Сегодня мы видим здесь благоустроенную территорию. Большие слова благодарности заслуживает и генеральный директор компании «Восток Цемент», которая сегодня откликнулась, прежде всего, на просьбу о помощи от благоустройства этого медучреждения. К слову, спид-центр активно помогает в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Специалисты проводят тысячи исследований на коронавирус. Биологические материалы привозят сюда со всего Приморья. Ремонту рады работники, рады и посетители, а значит, ещё одной болевой точкой в плане благоустройства на карте города стало меньше. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.